лига чемпионов это самый престижный турнир европы о победе в которой мечтает каждый футболист и каждый тренер триумф лиги чемпионов это вершина клубной карьеры меня зовут александр пузик вы на канале футбол ей и в этом видео мы поговорим о великолепной семерки которая выигрывала лигу чемпионов и в качестве игрока и в качестве тренера поехали кто бы что не говорил о клубном чемпионате мира кубки либертадорес и прочих турнирах для лучших клубов команд планеты самым престижным из них является кубок европейских чемпионов который в конце прошлого столетия трансформировался в лигу чемпионов для некоторых футболистов пределом мечтаний становится хотя бы участие в этом элитном турнире для других потолком становится хотя бы один чемпионский титул но кто-то просто коллекционирует эти трофеи тем не менее лишь единицам удается завоевать европейскую вершину сначала проливая под на футбольном поле а потом теряя нервные клетки на тренерской скамейке о них и поговорим начинаем с легендарного мигеля муниса он трижды выигрывал кубок европейских чемпионов футболки реала а затем дважды привел бланкос к победе в этом турнире уже в качестве тренера именно он стал первым кому удалось достичь такого результата легенда реала начал свои выступления на сантьяго барнебео в 1948 году и провел в центре полузащиты мадридской команды 223 матча завершив карьеру игрока спустя год мунис возглавил родную команду и сходу выиграл кубок европейских чемпионов кто-то может сказать что это было не трудно ведь тогда превосходство реала над другими конкурентами в европе было существенным но факт в том что мунис привел реал к победе в кубке европейских чемпионов спустя пять сезонов после прошлой победы следующий в нашем легендарном списке это карло анчелотти который выигрывал лигу чемпионов в качестве игрока и тренера милана а затем повторил свой успех будучи тренером уже мадридского реала анчелотти 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 столько же суммарных побед в лиге чемпионов как и у мигеля муниса а именно 5 однако итальянец который ныне возглавляет эверсан обладает двумя существенными отличиями которые правильнее даже назвать преимуществами первое кроме анчелотти лишь два человека смогли трижды выиграть трофей как тренер это великий боб пейсли и зинадин зидан при этом легендарный наставник ливерпуля никогда не делал это как игрок второе он входит в пятерку тренеров которые смогли выиграть лигу чемпионов с двумя командами и он единственный из великолепной семерки о которой сейчас идет речь переходим к третьему тренеру нашего списка это легендарный йохан кройф нидерландец трижды выигрывал кубок европейских чемпионов в качестве игрока аякса а затем уже в качестве тренера повторил этот успех как тренер каталонской барселоны у йохана кровь от 4 титула значит он уступает муни су и анчелотти по общему количеству однако если не зацикливаться на элементарной арифметики то нельзя не отметить что летучий голландец стал катализатором стремительного взлета барселоны но это уже было в роли тренера а за 20 лет до этого кровь и его товарищи по аяксу сборной нидерландов со своим тотальным футболом произвели настоящую революцию в игре следующий легендарный тренер это франк райкард в качестве игрока франк дважды выиграл лигу чемпионов составе милана и еще раз составе аякса как тренер он добился успехов в барселоне проводя параллели легко заметить что франк райкард как и йохан кровь выигрывал трофей лиги чемпиона выступая за аякс а последнюю победу одержал находясь у руля барселоны да не обидится франк но несмотря на одинаковое количество побед со своим легендарным земляком он уступает ему практически во всем и все таки есть одно заметное преимущество как игрок райкард сумел добиться успеха в лиге чемпионов с двумя разными командами джованни тропатони который выигрывал лигу чемпионов как игрок в составе милана а спустя время уже как тренер ювентуса самые юные любители футбола наверняка больше запомнили джованни тропатони по тем временам когда он с 2008 по 2013 годы возглавлял национальную сборную ирландии однако наибольшей славы он добился на клубном уровне 1963 году милан сумел одолеть бенфику которая ранее свергла с европейского трона реал а сам тропатони тогда стал тем человеком который уничтожил великую черную пантеру эусебио на протяжении всей игры итальянский защитник буквально висел на португальской звезде и не давал ему продохнуть а без эусебио бенфика не было и в половину также опасно спустя шесть лет джованни в финале кубка европейских чемпионов пришлось противостоять уже другой звезде мирового масштаба йохану кройфу конечно можно сказать что на тот момент летучий голландец еще не достиг своего пика но факт остается фактом аякс был разгромлен о своей единственной победе в кубке чемпионов в качестве тренера маэстро тропатони не очень любит вспоминать ведь случилась она в 1985 году когда финал турнира между его ювентусом и ливерпуль в брюсселе был омрачен гибелью 39 человек во время беспорядков на трибунах хосеп гвардиола который выиграл лигу чемпионов с барселоной сперва в качестве игрока а затем уже и в качестве тренера один из самых успешных тренеров современности хосеп гвардиола тренерской карьере сразу добился успеха в барселоне но затем выиграть лигу чемпионов ему не удалось в мюнхенской баварии и пока что не удается в манчестер-сити в качестве игрока он был в команде Кройфа, которая добыла первый европейский чемпионский трофей. Затем, как уже упоминалось, он сделал это в Барселоне в качестве тренера. И тогда ему удалось построить просто выдающуюся команду вокруг Хави, Иньесты и Месси. Этот коллектив по-прежнему считается одним из самых сильных за всю историю футбола. А возможно и самым сильным. Кстати, напишите в комментариях, считаете ли вы ту Барселону Гвардиолы лучшей в истории мирового футбола? Из седьмой тренера, о котором пойдет речь, это Зинедин Зидан. Легендарный француз выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока в Реале, а затем спустя годы поднимал трофей над головой уже в качестве главного тренера королевского клуба. Зидан просто молнией ворвался в историю. Француз пришел в Реал и выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. Это просто фантастический результат, который вполне вероятно никто не сумеет повторить даже в этом столетии. Четвертая попытка Зидана выиграть с Реалом Лигу чемпионов оказалась уже неудачной. На стадии 1-8 финала турнира сливочные вылетели от Манчестер Сити по сумме двухматчевого противостояния. Однако чего еще не хватало? Выиграть четыре Лиги чемпионов из четырех было бы каким-то сумасшествием. В этом сезоне из нашей великолепной семерки добавить трофей Лиги чемпионов в свой личный музей смогут лишь Хосеф Гвардиола или Зинадин Зидан. Так Манчестер Сити на стадии 1-8 финала встретится с Баруси из Мюнхенгладбаха, а Зидан Реала померится силами с Аталантой, за которую, кстати, выступают уже два украинца Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. И еще один очень любопытный момент. По итогам текущего сезона наша великолепная семерка может превратиться в великолепную восьмерку. Случится это, если Андреа Пирло, который выиграл Лигу чемпионов в качестве игрока Милана, сможет повторить этот успех, но уже в качестве главного тренера Туринского Ювентуса. На этом наше видео подошло к концу. Пишите в комментариях, кто же, по вашему мнению, в этом сезоне выиграет Лигу чемпионов. Спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если вам понравилось наше видео. Пока!